Я ждал тебя. Присаживайся. Нас с тобой ждет интереснейшее приключение. Дело в том, что в нашей стране такого еще не было. Ну, было. Наш первый сезон. Это второй сезон. Мы постараемся его сделать еще более интересным, еще более динамичным и эмоциональным. Новые команды, новые участники, новые проекты, новые идеи, новые победы, поражения и эмоции. Субтитры создавал DimaTorzok Если мы начнем изучение квантовой физики и просто включим логику, то с легкостью сможем сделать вывод, что с вероятностью 99% наша вселенная виртуальна. И мы живем в одной большой симуляции. То есть наша вселенная – это одна большая компьютерная игра. И если это игра, то почему бы тебе не начать играть в нее по своим правилам? Одно из отличий людей от животных в том, что мы, люди, имеем возможность осознанно преобразовать окружающее пространство. Мы имеем возможность творить. И именно этому мы обучаем наших учеников в проекте «Наследие-21». Это фабрика инноваций. Здесь ученики «Наследие» обмениваются опытом с экспертами и рассказывают экспертам идеи своих инновационных проектов. Эксперты из МГУ, из высшей школы экономики, Google, Сбербанк, инвесторы и опытные предприниматели. Но давай вернемся в самое начало. На месяц назад, когда ученики только пришли в проект. Че пришел? Судьба привела. Как зовут? Игорь. Что за идея? Вырывать подземные парковки под домами. То есть ты хочешь взрывать под домами пространство? Да, как в Майнкрафте. Сколько денег нужно? Сейчас, смотрите. Еще очиститель воздуха. Правда, я не знаю, как его сделать. Я думала, это будет интересно тоже. И еще что? А, еще ткань, которую не надо будет стирать. Что посоветуешь нашим зрителям? Не бояться и пробовать все новое и развиваться вообще во всех направлениях, которые интересны. Ты что, засыпаешь? Что нас ждет в течение этого учебного года? Момент в том, что мы должны более концентрированно пройти этот учебный год относительно наших региональных коллег из других городов. Потому что у нас меньше времени на подготовку проекта. У них 7 месяцев, у нас 5 месяцев. Что нас с вами ждет в течение всего этого учебного года? Начнем мы с вами со стадии самоопределения и профориентации. Поймем, что для вас ближе всего. Может кто-то из вас хороший маркетолог, кто-то может быть в финансах разбирается, кто-то может быть лидер хороший. Затем, исходя из этого, из ваших интересов, мы начнем генерировать инновационные идеи с помощью мозгового штурма. То есть вы пропишите огромный список прикольных или неприкольных, гениальных или стремных инновационных идей. Затем с помощью экспертов на фабрике инноваций в стиле быстрых свиданий вы отберете с помощью экспертов самые интересные проекты, самые перспективные проекты. Исходя из этого, вы начнете эти проекты сначала прописывать в бизнес-план. Затем выступите перед родителями, расскажете, что за у вас проект, в чем его особенность, в чем его инновация. И после выступления перед родителями вы начнете создавать настоящие прототипы. То есть воплощать вашу идею в реальность. Как только вы воплотите прототип в реальность, вы начнете тестировать рынок. Начнете тестировать покупателей, смогут ли они купить ваш продукт, хотят ли его купить или нет. Что изменить, что подкорректировать, что докрутить. Как только создадите в кавычках идеальный продукт, вы уже можете выходить полноценно на рынок и зарабатывать со своих проектов первые деньги. В этом наша цель. Начать с генерирования инновационных идей, воплотить их в реальность и начать зарабатывать на них свои первые деньги. Затем уже в конце года у нас будет большая инвестиционная сессия, где вы будете выступать перед настоящими взрослыми инвесторами. И будете их убеждать в том, что в вас стоит вложиться для того, чтобы вы начали масштабировать свои инновации по всему миру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубинная цель в наследии – это изменение парадигмы мышления современного человека с потребительской на созидательную. Самый секретный, самый простой способ научиться изобретать и творить – это просто начать изобретать и творить. Задача учеников к концу этого учебного года создать собственные инновации и начать зарабатывать на них настоящие деньги. У кого-то из них уже есть идея инновационного бизнеса. Где может вырасти действительно большое приложение, стартап на московском, может быть, на всероссийском рынке, каршеринга. И будет удобно для всех, и для компаний каршеринга, и для людей. Защитив наши глаза, мы сможем сохранить наше здоровье. Он должен вырасти как спиннер, я так уверен. Он разойдется по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok